Они реально чёрные. Мама! Вот так я буду ходить. Взяла новую расческу. Её между ног засовываешь и качаешь. Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня долгожданный, предолгожданный фикс прайс. Очень много интересного сегодня будет, и необычного. Я ещё этого нигде не видела. И скорее хочу вам представить вот такой вот стикер для головы. Я его нашла случайно в одном из фикс прайсов, других не видела. Сделан он из фетра. Сейчас я его надену на себя и всё время проведу в нём. Я уже в нём проводила прямую трансляцию, и никак никто не мог привыкнуть к этой шапочке. Отодвинемся. Смотрите, как прикольно. Самое интересное, что да, она полностью меняет образ, и в ней не жарко. Я даже так думаю, что в ней можно снимать, когда у тебя грязная голова или что-нибудь. Раз, одел, и прекрасно себя чувствуешь. Ещё я видела там такие же прикольные стикеры на голову. Стикеры называю, потому что в прямом эфире, когда я вела трансляцию, всё говорили, кажется, что это стикер. Кажется, что это стикер. Никак не могу привыкнуть к твоим волосам. Кажется, что это просто наложение какое-то на видео. Но на самом деле нет. Это вот такие прикольные волосы. Кстати, я вижу, что мне идёт голубой цвет. Возможно, покрашусь как-нибудь в голубой цвет. Ещё в фикс прайсе были такие. Стоило это, по-моему, даже 99 рублей. Такие были ещё цветные волосы. Я обязательно хочу заехать в этот фикс прайс, потому что больше ни в каком я не видела этого. И взять ещё цветные волосы. Они прикольные. Может быть, в следующем фикс прайсе покажу вам. Ещё там были пираты и ещё что-то. Но мне больше всего понравились вот эти голубые волосы и вот те цветные. Но это я взяла на проб, просто посмотреть, как оно будет смотреться. Напишите, как вам нравится. Прикольная идея вообще, мне кажется, знаете, с детьми. Вот, у Деньки будет день рождения, я буду вот в этой штуке, наверное. Или кому-нибудь дам её одеть. Давайте сразу пройдёмся по свеженькому. То, что я последний раз взяла в фикс прайсе. Не знаю, насколько это свежая вещь. Но вот такая игрушка, которая от руки отталкивается и взлетает. Стоит 199 рублей. Мне понравилось, что это такой летающий шар и он светящийся. То есть на картинке он здесь светится. Давайте посмотрим, как он светится. Когда я брала эту игрушку, я ещё подумала, блин, только в лампочку не сломал. В комплекте здесь входит вот такой вот зарядник. Заряжать его нужно 30 минут. Я, кстати, не знаю сейчас, он вообще заряжен или... Страшно отпускать. Мне кажется, он без руки даже. Просто вентилятор. Блин. Мама! Какая прикольная штука, мама! Страшно! Как только вы её берёте в руки... Через какое-то время она снова должна заработать. Ну, конструкция, конечно, прикол вообще. В общем, прикольная, мощная вещь, я вам скажу. Надеюсь, Дэнке понравится тоже. Не испугается. Мне очень понравились в фикс-прайсе вот эти баночки. Я покупала себе с пудрово-розовым цветом. Прям они идеально так вписываются. Они очень компактные и вместительные. И я себе решила взять ещё с такими мятными крышечками по 77 рублей. Две продаются. Тогда тоже, да, две продавались. Что-то я подумала, по одной продавались. И вот такие чёрные. Я решила, чёрные это будут для кофе, например, и чая. Розовые там для чего-нибудь, мятные для чего-нибудь. Ну, вот как бы... Мне понравились. Реально очень клёвые вот такие вот баночки. Они пластмассовые, что классно. И становятся друг в друга. Это кто прошлое моё видео не смотрел. Кстати, с Денечкой скоро мы отправляемся в поездку. В палаточный городок. И там ночью нам понадобится фонарик. Я помню, что очень много... Вообще я взяла палатку, в которой вообще будет темно. Потому что у нас палатка будет под солнцем находиться. И, ну, лучше всего, да, такое место. Оно... Место, которое удобно мне, оно находится под солнцем. Поэтому я взяла палатку, которая отражает солнце. И она должна сохранять свежесть и прохладу. Вот. И там будет темно в связи с этим. Потому что ткань на палатку, она тёмная. Я во влоге обязательно покажу нашу палатку. И как мы там устроимся, не пропустите. И, в общем, я знаю, что в фикс-прайсе продаются разные фонарики. Я взяла фонарик, который будет вешаться. Ну, он у меня уже старый, давно там фонарики я брала в фикс-прайсе. И ещё взяла фонарик. Очень удобно, когда вы идёте в такие походные места, которые вешаются на голову. И вот здесь вот он. Когда руки заняты, ты там ребёнка на руки берёшь. Или идёшь с ним. И смотришь под ноги. И тебе нужно подсветить. Я знаю, что у многих друзей были такие фонарики. И я на тот момент тоже подумала, что надо себе взять. Стоит 77 рублей. Вот так вот выглядит. Что-то тут крутится, увеличивается. Не знаю, что. Приходится всё время снимать свой стикер с головы. А мне в нём так нравится. В общем, мы одеваем вот так вот. Вот так я буду ходить. Опа! Ну, примерно. Я там красиво сделаю, конечно. Блин, чё съезжаю? Ну, примерно вот так, в общем. Здесь на голове у меня будет фонарик вот такой. Я вот так вот его наклоню как-нибудь. Включу, и он будет светить мне под ноги. А я буду заниматься деньгой. Так. Теперь надо его включить. Сделаны, конечно, на соплях всё. Здесь нужны три маленькие батарейки. Горит. То есть, у красная штука. Вот так раз, красная нет. А так раз, не знаю, для чего это. Представляете? Короче, если вот так, то более широкий такой, знаете, общий свет светит. А если вот так, то он становится более тонким. Широкий. Узкий. Широкий, узкий. Вот. Для чего эта штука. И кнопочкой выключать. Отлично. Всё. Это мне обязательно пригодится в походе. Ну, не походе, а вот при житье в палатке. Конечно же, я набрала батарейку. Такие вот говорят, что они типа самые классные в фикс прайсе. По-моему, 99 рублей стоят. Четыре штуки. Или 200 рублей. Это я не помню. Взяла новую расческу. Мне понравился её дизайн. 99 рублей. Она такая вот какая-то прозрачная. Не прозрачная, а дырочку. Здесь выемка такая. Но всё. Она прикольно, да, тоже расчесывает. Но она больше похожа на другие расчески. Я просто всё сравниваю с той расческой, которую я брала в фикс прайсе. Которая безумно мне нравится. Я её уже показывала несколько раз. Вообще, я думаю, что надо снять отдельное видео. Прям, знаете, лучшее из фикс прайса. Что обязательно стоит взять и попробовать. Потому что, так как я очень много беру всего в фикс прайсе, того, что повторно можно взять или кому-то подарить. Реально, находка. Такого очень мало. И мне кажется, что это будет такое достойное, полезное видео. Напишите в комментариях, хотите ли вы такое видео. Типа best, the best, лучшее из фикс прайса. Вот. Ну, вот такую вот расчесочку. Она лёгенькая и маленькая. То есть, её можно куда-то в дорогу взять. Возможно, я её и возьму в дорогу. Есть разные цвета там. Как я и говорила, я взяла пацану в фикс прайсе. Вот в покупках я вам говорила. Взяла вот такие бриджики. Это хлопок стопроцентный. 99 рублей. Были там разные цвета. Но вот синий мне понравился больше всего. Вот. И на нём они будут как бриджики. И вообще свободненькие. По такой погоде, как у нас. Это супер-пупер. Почему фикс прайс я не обошла стороной? Потому что вообще бриджи для ребёнка моего возраста очень сложно найти. Я была в Glory Jeans. Я нашла там только джинсовые. И то они, скорее всего, коленки полностью не закрывают. Я была в декатлоне. Ничего не нашла. В общем, в детский мир только я не заходила. Может быть, там будет. Но так как я много где была, куда заходила, и в Ашане ничего нет. Такое что-то хлопковое, лёгенькое. Поэтому, когда я в фикс прайс зашла и увидела что-то, что я хочу, я сразу же взяла. Тем более, всего лишь 100 рублей. А детки бегают, пачкаются. Всё очень быстро портится. Он падает. И всё время пацан же. Поэтому я не упустила возможности, чтобы взять там бриджики. Новинки, новиночки. Вот такие вот гантели я взяла. По 99 рублей. Розовые. Они такие прорезиненные. Очень удобно их держать. Они достаточно тяжёленькие. Сколько в них килограмм? Я не знаю. Один фунт написано. Один фунт это сколько? Я чуть не посмотрела. Очень удобно держать. И так как я периодически пытаюсь худеть, подходит под мой бантик, да? Можно, например, тот же делать пресс уже с какой-то нагрузкой. Руки там как-то. Ну, приседатель, ещё что-то. Уже какая-то нагрузка. И они такие симпатичные, розовенькие. Вот, взяла две себе. Ещё там были потяжелее, чуть-чуть фиолетового цвета, по-моему. Короче, в фикс-прайсе на самом деле очень много всего для фитнеса. Если кто-то занимается, там есть и резинки всякие, и ещё какая-то новая такая штука. Типа, а, её между ног засовываешь и качаешь. Но я её не стала брать, потому что она точно будет валяться. И ещё она не такая компактная, как вот эти вот гантельки. Поэтому, а места у меня мало, поэтому я могла позволить себе только гантельки. И то они, наверное, тоже будут валяться. Ещё увидела вот такие вот классные няшные шарики с пупсиками. Не помню, сколько стоят. 99 рублей, по-моему. И это я взяла для своей племянницы. Я думаю, ей понравится. Такая там куколка спит, такая вся воздушная. На какой-то вот такой мягкой простынке из меха. И сам пупсик такой миленький. Ну, мне кажется, это спящий малыш называется. Игрушка спящий малыш. Открывается и как в люлечке лежит. Ну, короче, знаете, мелочи приятны. Ещё моя сестра, как только побыла в фикс-прайсе, а у неё есть фикс-прайс недалеко от дома, где очень быстро приходят все новинки. Она увидела сразу мне, чик, смотри, Селя, смотри, чёрные чипсы. Я говорю, блин, а бери мне скорее, вдруг все разберут, вдруг все захотят попробовать чёрные чипсы. Я, короче, посмотрела, она мне купила, я приехала, прям прилетела, я день рождения, и она мне привезла эти чипсы. Я скорее для вас хочу попробовать. Потата-чипс, вкус бальзамического уксуса и соли. Вообще, бальзамический уксус я люблю, но чипсы с таким вкусом я не представляю. Здесь нарисован вообще виноград, кувшин. С другой стороны, попробуйте также вкус для сладкого тайского перца. Ещё есть какой-то вкус. Just brutal написано. Блин, давайте пробуем. Пахнет, в принципе, приемлемо. Почему чёрные? Я чувствую вкус картошки. На какие-то чипсы похоже. Не лейс, не... Даже, может, к принглс немного похоже, да. Солёные. С лёгкой-лёгкой кислинкой. Может быть, даже схляла бы, как за сметану. Поэтому... Ничего необычного я в них не вижу, кроме как их прикольного цвета. Они реально чёрные. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ну, вкусно. Также я взяла малому мыльные пузыри. Такие мыльные пузыри за 55 рублей я уже брала. Здесь просто... Много разных пузырей такого среднего размера. И всё на меня просто полилось. Это, конечно, лучше делать на природе. Голубой цвет. А вторые я взяла вот такие. Что-то я, по-моему, где-то видела, и мне очень понравились. Но их очень быстро разбирают. Да, я помню, что когда увидела, говорю, где взяли? В фикс-прайсе. Я когда пришла уже в любые фикс-прайсы, не могла найти. Короче, тоже мыльные пузыри. Но здесь с какой-то вот такой педалей. Здесь открываете вы. Открываете вот так. Ой. И типа вот так. Большие такие. Блин, я вся мокрая сижу уже. Сейчас. Сейчас вам покажу. Давайте снизу. Вау, 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 вау. Шикарно. Только я вся мокрая. Ну, и своему мелкому взяла еще вот из новинок вот такая вот вещь была. То есть 99 рублей. Такой жирафик, и на него кидаешь кольца. Ну, подумала, что будет нам вместе интересно. Мне, во всяком случае, интересно было бы покидать. А он тоже со мной. В общем, взяла. И еще вот такие вот штучки. Возможно, он, кстати, уже... Хотя 3 плюс написано. Но я думаю, нет, ему понравится. Это просто закручивать и раскручивать. Ну, то есть вот руками он будет закручивать, раскручивать. Я думаю, ему понравится. Это уже не новинка. Это, по-моему, что-то давно лежало. Просто я не брала. Не знаю почему. Ну, сейчас я решила взять. Будем сидеть с ним и крутить, и закручивать гайки. Все, мои хорошие. Все новиночки вам показала. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. И я успела все это вам показать до того, как вы сами все это увидели. Ну, а теперь бегом в фикс прайс, пока все самое прикольное не разобрали. Если понравилось мое видео, ставим лайки. Подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. Обязательно пишите комментарии по поводу видео фикс прайс самое лучшее. Что стоит взять в фикс прайсе, делать или нет. Ну, и вообще, пишите свои впечатления. А я вас люблю. Целую и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok